МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В реанимациях находится от всего количества тех, кто вакцинирован. Шокирующий рейс. В Могилеве ногу девушки придавило дверью троллейбуса, что с пострадавшей. Большой выбор и низкие цены. В Бобруйске продолжает работу ярмарка сельхозпродуктов. У нас очень хорошие озера чистые. Почем свежая рыба. А также подготовка к референдуму, теплое начало ноября и нечистый бизнес. Правоохранители задержали нелегального торговца стекломывайки. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1890 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 602 058 человек. В республике темпы прироста заболеваемости коронавирусом немного уменьшаются. Об этом заявили в профильном ведомстве. Специалисты отмечают, уже вторую неделю регистрируется тенденция по снижению числа госпитализированных пациентов. В трех областях страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. Мы планируем, что мы в этом году должны перейти к цифре выше 5 миллионов привитых. Это тоже будет являться основным вкладом в минимизацию эпидемической ситуации. Темп вакцинации влияет напрямую на интенсивность эпидемической процесса. По нашим данным, 4% всего лишь госпитализированных вакцинированы. То есть тех, кто попадает в стационары. Пол процента в реанимациях находится от всего количества тех, кто вакцинирован. Поэтому вакцинация прямой путь к снижению наших рисков тяжело перенести эту инфекцию. Сейчас в Бобруське на выбор два препарата. Двухкомпонентный гамм Ковид-Вак, а также однокомпонентный спутник ЛАЙД. Он используется для ревакцинации, актуален для пенсионеров и студентов от 18 до 23. Одна нога здесь, другая там. Жительница Могилева в прямом смысле слова испытала на себе суть известной поговорки. Интендент произошел на остановке общественного транспорта областного центра. Как только девушка ступила одной ногой в салон троллейбуса, двери закрылись и авто начало движение. Пассажиры сразу же сообщили водителю о необходимости остановиться, что он и сделал. Несмотря на пугающую картину, девушка отделалась лишь повреждением обуви. В отношении водителя троллейбуса составлен протокол за проявленную невнимательность. 55-летнему мужчине грозит ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения. Взяли с поличным. В Бобруйске у нелегального продавца изъяли 1000 литров стекломывающей жидкости. Днем 27 октября внимание правоохранителей привлек мужчина возле АЗС Нолонякова. Он торговал автохимией, как оказалось, без соответствующих документов. В кузове «Фольксвагена» милиционеры обнаружили 205-литровых пластиковых бутылок. Известно, что 30-летний водитель проживает в Минске и нигде официально не работает. Ему грозит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ноябрьские изменения, рабочее время и осенние каникулы. В оздоровительные лагеря Беларуси отправились 60 тысяч школьников. Что в программе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. ЦИК Беларуси начал подготовку к референдуму. Точная дата его проведения пока неизвестна. Ее объявит Александр Лукашенко. Об этом заявила глава ЦИК. Лидия Ермошина отметила, Центр избирком уже запросил финансирование на проведение республиканского референдума. Для того, чтобы необходимая сумма была запланирована в республиканском бюджете. Ноябрь принес в жизнь беларусов ряд изменений. Повысился бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним и социальные пенсии. Также увеличились выплаты детского пособия и по уходу за инвалидами. Теперь за рождение первого ребенка положено свыше 2880 рублей. За второго и последующих более 4000. Из новшеств также повышение зарплаты у строителей и подорожание сигарет. Министерство труда и социальной защиты установило расчетную норму рабочего времени на 2022. Согласно документу, при полной занятости, а это 40 часов в неделю, расчетная норма в пятидневку 2037 часов, в шестидневку 2038. В первом случае продолжительность труда составит 8 часов в обычный день, предпраздничный – 7. Во втором норма рассчитывается, исходя из семи рабочих часов ежедневно с понедельника по пятницу и пяти в субботу. В предпраздничные дни – 6 и 4 часа соответственно. В оздоровительные лагеря Беларуси отправились 60 тысяч школьников. За досуг детей отвечают и учреждения дополнительного образования. Подготовлены мастер-классы, выставки, экскурсии, интерактивы – как оффлайн, так и онлайн. Все это при строгом соблюдении противоэпидемических норм. В Беларуси первая рабочая неделя ноября будет теплее предписанного по календарю. По всей территории страны в дневные часы прогнозируется до плюс 13, но не обойдется без кратковременных дождей. В отдельных районах синоптики также обещают утренний туман. Такая погода сохранится до конца недели. В последние затяжках в Беларуси проходит акция МЧС «Не прожигай свою жизнь». Профилактическое движение призвано уменьшить количество пожаров, причиной которых становятся непотушенные сигареты. На начальном этапе спасатели посетят промышленные и сельхозпредприятия. Затем отправятся в вузы, лицеи, колледжи, отделения дневного пребывания при региональных наркологических диспансерах. Мы будем давать бой так называемым сигаретным пожарам, потому что более 80% погибают люди, именно те, которые совершают неосторожность при курении. Также еще пройдут у нас онлайн-конкурсы. Это «Безопасная пепельница» и конкурс на лучший видеоролик. Финал намечен на 30 ноября. Акция пройдет на открытых площадках и в торгово-развлекательных центрах. Согласно статистике, только за 10 месяцев неосторожное обращение с огнем оборвало жизни 65 жителей Могилевской области. Планы на выходные. Запастись на зиму медом, орехами и специями. В Бобруйске продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка. Цены доступные, за качество продавцы отвечают лично. Карина Гуревич закупила продукты к столу. Проезжая часть вдоль дома 41 по Максима Горького. По традиции здесь каждую осень собираются любители натурального и полезного. Одни продают, другие покупают. Возьмем свежую рыбу. Карп 5 рублей 79 копеек. Амур 6,90. Толстолобик 4,90. В ассортименте также щука, карась, сом. Какой средний вес рыбы? Полтора килограмма карп. И как они по качеству? Очень хорошие. У нас очень хорошие озера чистые. Озера каждый год чистятся. Рыба выбирается полностью, чистится озеро и запускается новая рыбка. Суперфуд для здоровья сердца, сосудов и мозга. Речь об орехах. Их здесь огромный выбор. Грецкие от 6 рублей 50 копеек за килограмм. Кешью, фундук, миндаль – 35. За ассорти просят 25. На прилавке представлены и сухофрукты. Изюм от 9 рублей, чернослив от 12. Тут же натуральные специи из Узбекистана. Для фарша, для мяса, есть наборы, есть именно чисто отдельно. Куркума, карри, хмели, паприка, черные перцы, смеси перцев. Специи эти лучше, чем те, что в магазине? Намного лучше. Намного лучше. Там нет ни химии, ни добавок никаких, ни соли нет. Как я говорю, соль в любом количестве в магазине можно купить. А купите натуральное. Мед на зиму первый в списке покупок. Пшеничный, гречишный, цветочный, лесной. Стартовая цена от 8 рублей. Здесь же и фрукты, лимоны и хурма по 3,50, гранаты от 5. Впрочем, осенняя ярмарка – это не только презентация даров природы, но и творение рук человеческих. Стоимость такой шкатулки – 45 рублей. Ручная работа из натурального дерева. Каждое изделие здесь уникально. Цены на любой кошелек. Тарелки от 10 рублей. Разделочные доски – от 5. За саженцами тоже сюда. Здесь покупателям предлагают от ягодных кустарников до хвойных растений для ландшафтного дизайна. Цена самой дорогой Туи – 23 рубля. Есть и по 15. К слову, очереди на сельскохозяйственной ярмарке выстраиваются каждые выходные. Здесь все домашнее, интересное. А что успели уже купить? Пока только яблоки. Только пришла. И как яблоки? Ну, все три выходных были вкусными. Надеюсь, эти не подведут. А уже успели что-то купить? Да, яблоко успели купить уже. А попробовать успел? Нет, еще не успел. Придем домой, помоем и съедим. А как думаешь, вкусные яблоки? Ну, думаю, да. А что ты пробовала на ярмарке? Клюкву. Я пробовала еще и клюкву. Тут выбор большой – яблоко, и капуста, и всего, и орехи можно выбрать, и все, и морковь. Да, и цена поменьше. Все, да. И цена меньше, конечно, как у магазина. А как часто сюда приезжаете? Мы приходим почти каждый раз. У бобруйчан еще есть возможность попасть на ярмарку. Последние дни работы – 6 и 7 ноября. График – с 8 до 15 часов. Пополнить запасы также можно на Держинского, 4, Минской, 123 и Карла Маркса, 49. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова